Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Вы писали, вы ждали, вы спрашивали и наконец-то это произошло. Я запускаю новый курс «Такие разные горы». Мы изучим с вами несложную технику рисования гор, нарисуем рисунки разного уровня сложности, возьмем различные сюжеты, как зимние, ночные, пустынные. В общем, я думаю, что этот курс будет пополняться, так что обязательно следите. И сегодня у нас первый урок, такое введение. Я расскажу вам поэтапно свою технику написания гор. Еще раз акцентирую внимание, что это именно моя техника, то, как я рисую горы. Она может отличаться от других художников, так что я ни на что не претендую, просто показываю вам свой вариант. Это видео будет полезно как начинающим, так уже и продолжающим. Оставайтесь со мной, не забывайте подписаться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых роликах, а также заглядывайте в мой инстаграм и группу вконтакте. И давайте перейдем к делу! Это, кстати, тот самый альбом из курса обучения рисованию с нуля, так что, если вы не видели тот курс, то обязательно посмотрите. И сегодня начнем мы разбор темы гор с основных ошибок, которые допускают в начале. Опять же повторю, что показываю я на своем способе рисования гор. Он может отличаться от других. Каждый рисует горы по-своему. У меня такой вариант, о котором я буду рассказывать. Первая основная ошибка, которую допускают новички, это рисование таких пирамидообразных или наоборот слишком круглых гор. Это не совсем правильно, такие горы выглядят не очень естественно. Лучше использовать более интересные, необычные формы, как на рисунке снизу. Следующая ошибка, это такие достаточно плотные штрихи в одном направлении, которые придают, конечно же, объем горам, но опять же не совсем естественный. Опять же смотрим на рисунок снизу и видим, что там гора имеет разные выступы. Она более объемна, чем те, которые сверху. Всего этого мы добиваемся как раз штрихами. И еще мало оттенков. Чем больше оттенков для теней и света вы используете, тем более интересной выглядит гора. Не бойтесь делать небольшие мазки в разных направлениях и разной интенсивности цвета. Лучше, когда у вас детали более маленькие, чем два больших густых мазка. Еще я могу посоветовать использовать технику сухой кисти, так называемую, когда мы рисуем горы. Тогда получается интересный эффект. И теперь самое время перейти от теории к практике. Рассмотрим самые важные этапы, которые помогут вам в следующих видео уроках. И как вы уже заметили, этапов всего лишь пять. Понадобится четыре рамки, в которых я буду каждый из этапов отдельно показывать. Первое, что делаем, это наносим карандашом силуэт будущей горы. Это очень помогает новичкам. Также заметьте, что сразу же я наношу неровную линию. Обратите внимание на первый этап. Я решила нанести голубым цвет заднего плана. Вам это делать не обязательно. Просто, чтобы было нагляднее, потому что обычно мы как раз закрашиваем небо, а потом переходим непосредственно к рисованию горы. Кстати, использую я синтетическую круглую кисть размер 5, и кончик у нее слегка заостренный, так что можно будет проработать и мелкие детали, и крупные. Теперь смотрим на пункт 2. Основной цвет. Мы закрашиваем полностью гору. Я использую смесь синий и черный красок. Вы можете взять любые, какие хотите. И здесь как раз тот самый момент, когда мы формируем очертания горы. Не делайте гору слишком круглой или слишком острой. Старайтесь придумать более интересную форму. Надо повторить это сразу на 4 картинках. Также обычно удобнее основной цвет брать самый темный, потому что мы не закрашиваем потом гору полностью, и как раз вот этот самый темный цвет будет помогать нам в тенях. И теперь рисунок под номером 1 я не трогаю. Оставляю его. Он отвечает у нас за первых 2 этапа. А на втором начинаем углублять тени. Этап номер 3. Для теней я буду использовать синий цвет и голубой. Как видите, у меня написано использовать минимум 2 оттенка. Чем больше оттенков мы используем, тем интереснее будет выглядеть гора. Также уже сейчас мы должны определиться с источником света. Откуда у нас будет идти освещение. Я решила, что на моих рисунках освещение будет с правой стороны. Так что тени начинаю добавлять слева. Делаю это кончиком кисти. Не забываем, что штрихи, мазки наносим в разных направлениях, разной ширины. И повторяем это сразу на всех трех небольших наших рисунках. И теперь голубой цвет. Также добавляю его в тени. Да-да, не удивляйтесь. Тень не обязательно должна быть коричневой, или черной, или темно-синий. Там также могут присутствовать любые холодные оттенки. Делаю это кончик. Теперь мы перейдем к четвертому этапу. Это усилить свет. Также используем минимум два оттенка. Изображаем это уже на третьем и четвертом рисунках. Для цвета я буду использовать зеленый и желтый цвета. Так получилось, что камера с трудом передает разницу в оттенках между черным, синим и зеленым. У вас может все сливаться. Но на самом деле вживую эти цвета очень хорошо различаются на листе. Когда я начну добавлять желтый, вы увидите, о чем я говорю. И вот уже четвертый этап выполнен. Нанесен зеленый и желтый цвет усилен. Горы получились как будто бы покрытые какой-то растительностью. И остается последний, пятый этап. Для него можно взять уже небольшую кисть тоненькую. И наметить какие-то небольшие детальки белым цветом. Или также, если где-то вы случайно сделали лишний мазок, какой-то цвет у вас потерялся. Вы можете вернуться, добавить синий, черный, зеленый. В общем, пятый этап для того, чтобы вы уже проработали рисунок до конца. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь специально покажу немного поближе, чтобы вам было видней и понятней. Можете также ставить видео на паузу и рассматривать повнимательней. И давайте еще раз повторим этапы, чтобы точно все закрепить. Первый рисунок отвечает за два пункта. Это неровный силуэт и закрашивание основным цветом. Второй рисунок это углубление теней. Минимум два оттенка и больше можете использовать. И как помним, на этом этапе сразу выбираем, откуда у нас идет освещение. На третьем рисунке мы начинаем усиливать свет. Также используем два и более оттенков. И последний рисунок для проработки деталей. Конечно же, когда вы рисуете картину, у вас это все происходит на одном рисунке. Просто здесь пошаговый разбор. Вот такую несложную технику мы сегодня с вами разобрали. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Выкладывайте свои работы в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видеоролики. И до скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok